Приветствую вас. Дарья, ну смотрите, во-первых, вы не задаете никакой вопрос. У вас отсутствует вопрос, отсутствует вопрос к специалистам, что в общем-то вызывает, ну на мой взгляд, вполне такой логичный встречный вопрос к вам. Чего вы хотите? То есть, ну можно, в принципе, гармонизировать. Ваши отношения с мужчиной. Именно гармонизировать их. То есть, ну постараться уравновить как-то. Тут больше такая психа, псих-коррекция. На передний план выступает. Вот. Можно, можно в себе разобраться. И посмотреть, как сказал мой коллега, как вы оказались в таком подвечном состоянии. Что, по факту, весь ваш текст, это про мужчину, но не про вас. Ну давайте разберем ваш текст, чтобы было несколько понятнее и более предметно. То, что я говорю. Встречались с мужчиной больше полутора лет, с самого начала позиционировал себя как друг, но проявлял симпатию. Здесь хочется обратить внимание на то общее, наверное, что между вами было или есть. Потому что именно общие какие-то истории, как правило, людей сближают. И соответственно, если у вас недостаточно общего, например, с человеком, то это вопрос к вам по поводу фундамента для отношений. Дальше. Вы пишите, что мужчина позиционировал себя как друг, 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 ну, ваш. Что здесь хочется сказать? Ну, наверное, то, что человек боится в определенной степени близости, боится в определенной степени ответственности. Боится, по-видимому, сближения с вами. Ну, может быть, не только с вами, но, по крайней мере, боится сближения. Вот, и, значит, ему, наверное, комфортнее действительно держаться на расстоянии. Так вот, в таком вот. То есть, друг это друг. Мужчина это. Это мужчина. Я не думаю, что эти вещи можно как-то вот, ну, совмещать, совмещать. То есть, я верю в то, что над друзьями может быть что-то, но при условии, если с вами люди на это согласны. Дальше. Через год дождалось слов признания, что любят, что не может быть минал. Ну, здесь странно, потому что вы говорите про дождалось. Так вот, есть ощущение, что ждали-ждали и дождалось. Такой вопрос. Собственно говоря, зачем ждали? Ну, то есть, если чувства есть у вас, то проблема о них сказать. Если именно у вас есть чувства, мужчины. В чем проблема было, в чем проблема о них сказать? В чем вообще проблема сказать об этих, ну, о чувствах? Вот. Если у вас, к примеру, чего-то, к нему не было. Допустим. Иногда непонятно, тем более. С чего вы ждали? Или, может быть, вы чего-то хотели, когда говорили о том, что дождались, имея в виду, что всем-то нуждались и вот получили с признанием человека. Ну, если это так, то очень важно понимать, о чём именно идёт речь, то есть чего именно вы ждали, чего-чего и чего именно вы хотели и прочее. Это важно. Дальше. Потом он стал отдаляться, заработали проблемы на работе, попытки самореализации, стать на ноги. Ну, есть ощущение, да, что человек просто испугался. Сейчас, как сказал он, что не любит, что попытался, но не щёлкнуло у него. Да, в какой-то момент он божествовал те самые ощущения, что испытывал в пубертоте. Вот. Но дальше не пошло. Ну, на самом деле, я бы здесь несколько... Ага. Призадумался бы. Вот. Человек говорит про пубертат, что все чувства, которые он испытывает, например, к вам, они родом оттуда. он из подросткового возраста. Но здоровое лето, любовь, в таком случае. А зрелое лето, любовь, если мы говорим о подростках. Вопрос. То есть, как связано то, что человек испытывает к вам с подростковым возрастом? Вопрос, на мой взгляд, серьёзный. Так, значит, не держит, но и не отпускает меня. Ну, здесь дарья правда в том, что кто-либо не может вас держать и отпускать. То есть, держите и отпускаете себя только вы. То есть, только вы можете себя держать. И только вы можете себя не отпускать куда-то. При желании. Именно вас. Вот. Поэтому, тут. Вопрос, он звучит, наверное, и именно так. Что меня держит? Во что, во что я держусь? К примеру. Вот. Это очень важная история. Это очень важный момент. Потому что, ну, от него напрямую зависит то, как вы позиционируете себя в отношениях. И здесь, на мой взгляд, вы позиционируете себя, к сожалению, скорее, как зависимого партнёра. Нежели чем самостоятельного. Дальше. Ценит, как близкого родного человека, как друга. Нравлюсь, как женщина хочет. Как женщина, в которой помогает тебе быть рядом. Восхищается мною, как человеком. При этом понимает, что мне нужна семья, но дать её не готов. А вам, вам правда нужна семья? Если да, то для чего? Почему? Какие желания у вас связаны с семью? Очень важный этот момент разобрать. Потому что, получается, таким образом, что вы нацелены не на человека, как изначально. что могло, там, показаться. А нацелены вы на, свои желания. И, как бы, с одной стороны, плохого в этом нет ничего. Но, с другой стороны, с другой стороны, получается, что вы можете впасть в такую, своего рода, зависимость от партнёра, если нуждаетесь. В чём-то. Ну, вот. В данном случае, мы говорим о том, что вынуждаетесь, как раз, в семье и детях. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент. И важно поговорить о том, насколько вы самостоятельны, в своих, ну, своём поведении. Так. Говорить могу искать мужчину, но боится, что я перестану общаться с ним, ничего не хочет слышать про нового. Мужчина, если он появится, то неприятно будет. Сейчас хочет стать на ноги, только потом будет думать о личной жизни. Короче, что ни разу не любил, хоть и был женат. Ну, опять же, не очень понятно, зачем вы всё это нам пишите, да, то есть, для чего нам, для чего нам эта история про его. То есть, я, честно говоря, не очень понял, зачем, то есть, слишком много его, да, и, слишком, ну, на мой взгляд, маловался в детстве. Вот. Ну, в этой, в этой ситуации, в этом контексте. Вот. Очень много про молодого человека вы говорите, и, совсем, вообще, чуть-чуть про себя. И, вот. Так что, здесь, как бы, нас он волнует, не, нас он волнует, а только паркок, молодой человек, когда мы работаем, мы не с ним, а с фаном. Так. Значит, всё больше отдалится от меня, так что я обвинил его в игре на моих чувства, когда и не может держать своих паров ко мне, а я не дам себя обнимать и целовать при таких условиях. Ну, вот, здесь, несколько странно. Во-первых, обвинение. А, обвинение, это, а, нас вот, следствие жертвенности. Как, 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 как правило. Вот. И жертвенности, к сожалению, ваши. То есть, здесь идёт именно о том, что вы себя поместили. Вот, собственно, в такую жертвенную несколько позицию, после чего стали обвинять человека в том, что он, он, условно говоря, не обрадовал, не обрадовал ваши ожидания. Вот. Ну, то есть, вверх, к сожалению, такая вот, эм, деструктивная мобиль. Взаимоотношения. Вот. А, деструктивная, именно, именно по тем причинам, которые я, надеюсь, вам смог описать. Дальше. Я не могу, э, так, значит, э, я не дам обнимать и целовать себя при таких условиях. А каких условиях? Если вы дадите себя внимать и целовать только при условиях семьи. Получается. А, почему же так? Так. Пожалуй, я хотел бы у вас спросить, почему такая позиция? Все. Только при условии семьи, да, только при условии, э, того, что мужчина, там, э, ну, грубо говоря, создаст, э, саму семью, да, или что-то. Серьезно, вы готовы позволять ему обнимать себя и целовать. То есть, опять же, не чувствуется, что вы хотите, э, что-то сделать для мужчин. Не чувствуется, что вы хотите именно для него что-то сделать. Не чувствуется, что вас, э, как бы, ну, что вас, э, человек, именно, волнует. Такое ощущение, что волнует вас, в первую очередь, ну, в определенной степени, ваши собственные желания. А отношения, это, как бы, способ это реализовать. Это неплохо, если это так. Но это мешает именно построению отношений. Такому, знаете, хорошим построению отношений. Когда люди направлены именно друг на друга, а не на себя. А вот, так что здесь, конечно, вопрос такой, несколько деликатный. Я полагаю. Я не могу, да и не хочу уходить. Что значит? Я даже не могу. Раз, не хочу. Тут, тут, нет, такое, нет слова не могу, есть только хочу. Что или нет. Но все грею надежда, что эта проблема, проблемы сбили его с настроя, что на самом деле. Любит все нужное время, но боюсь, что, блядь, обманывает себя саму. А чего вы боитесь? В голове забыть свою мысль. Проблема во мне. Я не та женщина, которой он может полюбиться. Либо его самориализация, вбиваясь в пути личных отношений. Так, так, а по итогу то что? Ну вот, вы в себе сомневаетесь, что вы не та женщина, которую он может полюбить. Ну хорошо. Допустим, вы не та. Ну это нормально. Нормально. Сердце бы не приказывалось, а вы об этом думаете, как, о чем-то, чего быть не должно. Почему вы считаете, что проблема в вас? Тоже мне кажется, такой очень важный момент. Почему вы считаете, что у вас проблема? Вот. Означает ли это, что вы сомневаетесь в себе? Означает ли это, что вы не уверены в себе? Означает ли это, что вы, как-то вот, ну, какие-то у вас есть противоречия, какие-то у вас есть сомнения по отношению к себе? Вот. То есть, ну вот, здесь как-то мне кажется, нужно этот момент преследовать. Потому что, не совсем понятно, да, чего вы хотите опять. Хотя бы, да, там, от себя. То есть, если проблема в вас, допустим, ну допустим, если вы, если вы считаете, что проблема в вас, я могу это понять. Если вы считаете, что проблема в вас, то, наверное, ну, давай нужно постараться решить вашу проблему, а не проблему мужчины, как вы говорите. А вот. Сейчас это несколько, м-м-м. Такое перекладывание ответственности от себя на другого человека. И это понимает, о чем я говорю. Так что, я полагаю, что мой коллега прав в том, что он рекомендует поисследовать ваши собственные противоречия и страхи, ваши собственные комплексы, вероятны, и уже дальше смотреть, что можно будет с этим делать и как. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего-всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Спасибо. Спасибо.